Три дня до экзамена, почти два месяца, Анастасия учится в автошколе и готовится стать водителем. В будущем девушка планирует работать на машине. Если уверен в своих навыках, то волнение не должно присутствовать. Хотя повод для волнения все же должен быть. И это новый регламент сдачи на права, который вступает в силу 1 апреля. Изменения коснутся практической части экзамена. Тяжелее всех будет ученикам, которые оказались на стыке двух регламентов. Нет переходного периода. У нас сейчас на автодроме занимаются две группы. Одна группа сдаёт 26 числа, это старые регламенты, старые фигуры. Другая группа одновременно занимается, это уже новые регламенты, новые фигуры. И вот сейчас получится, что люди, которые не сдадут 26 марта у нас экзамен, они окажутся на апрель уже кандидатами в водители, которые будут сдавать по новому регламенту. А кардинально изменились некоторые моменты. Например, вот сейчас у нас на испытательных элементах есть конуса разметочные. То в апреле их уже не должно быть, и разметка должна соответствовать ГОСТам. Изменяются размеры фигур. Вот это, конечно, достаточно сложно. Пока даже не все руководители автошкол разобрались в новом регламенте. Сейчас экзамен проходит в три этапа. Теория, автодром и город. С 1 апреля автодром и город объединяют в один этап. По идее, это должно кому-то упростить жизнь. Я думаю, что наверху, на федеральном уровне, сформировался запрос на упрощение системы. И сейчас они пытаются какими-то инструментами ее упростить путем упрощения самой вот этой процедуры сдачи экзамена. Мне кажется, что это будет очень тяжелая история. То есть она, как всегда, сделает сложную саму процедуру. Я сам сдавал с третьего раза. Я помню, то есть я прям ходил, я брал дополнительные уроки и на разных автомобилях, на механике. Это все деньги, это все госпошлины. Поэтому я думаю, что будет сложнее сдать людям. Еще одно интересное нововведение. На экзамене инспектор ГИБДД будет сидеть за дублирующими педалями, то есть на месте инструктора. Мне непонятно, как инспектор должен контролировать действия экзаменуемого, отмечать все ошибки в протоколах и следить одновременно за безопасностью дорожного движения. Вот для меня это самый, наверное, страшный и непонятный пункт, почему это допустили. На днях руководители автошкол должны получить все разъяснения от ГИБДД. Пока все ждут отмашку от Москвы. На этой неделе мы еще вернемся к теме, когда тоже получим комментарии от местной автоинспекции. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, Николай Шулко. День с толком.